Сказка о Джимайме Паддлдак, написанная Беатрис Поттер. Как забавно видеть утят с курицей, послушайте историю о Джимайме Паддлдак, которая была раздражена тем, что жена фермера не разрешала ей высиживать собственные яйца. Её невестка, миссис Ребёкка Паддлдак, была не против доверить высиживание кому-то другому. У меня не хватит терпения сидеть над гнездом 28 дней, да и у тебя, Джимайма, не хватит. Ты бы позволила им замёрзнуть, ты знаешь, что позволила бы. Я хочу высиживать свои собственные яйца, я буду высиживать их одна, крякнула Джимайма. Она пыталась спрятать свои яйца, но их всегда находили и уносили, Джимайма впала в отчаяние. Она решила свить гнездо вдали от фермы. Прекрасным весенним днём она отправилась по тележной дороге, ведущей за холм, на ней был ошали чепчик. Когда она поднялась на вершину холма, то увидела вдалеке лес, она подумала, что это безопасное тихое место. Джимайма не очень любила летать. Она пробежала несколько ярдов вниз по холму, хлопая шалью, а потом подпрыгнула в воздух. Она прекрасно летала, когда хорошо стартовала. Она пронеслась над верхушками деревьев, пока не увидела открытое место в середине леса, где деревья и кустарник были расчищены. Джимайма приземлилась и начала ковылять в поисках удобного сухого места для гнезда. Ей приглянулся пень среди высоких липовых грез. Но, усевшись на пень, она с удивлением обнаружила элегантно одетого джентльмена, читающего газету. У него были черные остроконечные уши и песочного цвета усы. «Кьяк!» Сказала джимайма падлдак, наклонив голову и чепчик на одну сторону. «Кьяк!» Джентльмен поднял глаза над своей газетой и с любопытством посмотрел на джимайму. «Мадам, вы сбились с пути!» Сказал он. У него был длинный кустистый хвост, на котором он сидел, так как пень был немного влажным. Джимайме он показался очень вежливым и красивым. Она объяснила, что не сбилась с пути, а пытается найти удобное сухое гнездо. «Ах!» «Неужели?» «Действительно!» Сказал джентльмен с песочными усиками, с любопытством глядя на джимайму. Он свернул газету и положил ее в карман своего пальто. Джимайма пожаловалась на лишнюю курицу. «Действительно!» «Как интересно!» «Хотела бы я встретиться с этой птицей!» «Я бы научила ее заниматься своими делами!» «Но что касается гнезда, тут нет никаких трудностей. У меня в сарае есть мешок перьев. Дорогая мадам, вы никому не помешаете. Можете сидеть здесь сколько угодно», — сказал кустистый длиннохвостый джентльмен. Он повел ее к очень заброшенному, мрачному на вид домику среди липовых грядок. Он был построен из опилок и соломы, а дымоходом служили два разбитых ведра, поставленные одно на другое. «Это моя летняя резиденция, вы не найдете мой зимний дом на земле таким удобным», — сказал гостеприимный джентльмен. Сзади дома стоял полуразвалившийся сарай, сделанный из старых коробок для мыла. Джентльмен открыл дверь и провел Джимайму внутрь. Сарай был почти полностью забит перьями, почти удушливо, но там было уютно и очень мягко. Джимайма удивилась, обнаружив такое огромное количество перьев. Но это было очень удобно, и она без всякого труда свела гнездо. Когда она вышла, джентльмен с песочными усами сидел на бревне и читал газету, по крайней мере, она была растелена, но он смотрел на нее сверху. Он был так вежлив, что, казалось, ему было почти жаль отпускать Джимайму домой на ночь. Он пообещал, что будет очень заботиться о ее гнезде, пока она не вернется на следующий день. Он сказал, что любит яйца и утят, он должен гордиться тем, что в его сарае есть прекрасное гнездо. Джимайма приходила каждый день после обеда, она отложила в гнездо девять яиц. Они были зеленовато-белые и очень крупные. Лисий джентльмен был безмерно ими восхищен. Он переворачивал их и считал, когда Джимайма не было дома. Наконец Джимайма сказала ему, что намерена начать высиживать на следующий день, и я возьму с собой мешок кукурузы, чтобы не покидать гнездо, пока яйца не вылупятся. Они могут простудиться, сказала заботливая Джимайма. Мадам, прошу вас не беспокоиться о мешке, я обеспечу вас овсом. Но прежде чем вы начнете свое утомительное сидение, я намерен вас угостить. Давайте устроим ужин. «Могу я попросить вас принести травы из сада, чтобы приготовить вкусный омлет?» Шалфей, тимьян, мяту, два лука и немного петрушки. «Я дам смалец для начинки, а смалец для омлета», — сказал гостеприимный джентльмен с песочными усиками. Джимайма под лдак была простушкой, даже упоминание о шалфее и луке не вызвало у нее подозрений. Она обошла фермерский сад, отщипывая кусочки разных трав, которые используются для фаршировки жареной утки. Потом она поплелась на кухню и достала из корзины два лука. Собака породы Колли Кеп встретила ее на выходе. «Что ты делаешь с этим луком?» «Куда ты ходишь каждый день одна?» — Джимайма под лдак. Джимайма была в полном восторге от Колли. Она рассказала ему всю историю. Колли слушал, склонив свою мудрую голову на одну сторону, он усмехнулся, когда она описала вежливого джентльмена с песочными усами. Он задал несколько вопросов о лесе, о точном расположении дома и сарая. Потом он вышел и рысью побежал по деревне. Он пошел искать двух щенков Фокс-Хоунда, которые гуляли с мясником. В солнечный полдень Джимайма в последний раз поднялась по тележной дороге. Она была довольно нагружена пучками трав и двумя луковицами в сумке. Она пролетела над лесом и приземлилась напротив дома длиннохвостого джентльмена. Он сидел на бревне, принюхивался к воздуху и беспокойно оглядывал лес. Когда Джимайма приземлилась, он вскочил. «Заходи в дом, как только посмотришь на яйца. Дай мне травы для омлета. Будь начеку». Он был довольно резок. Джимайма под лдак никогда не слышала, чтобы он так говорил. Она удивилась и почувствовала себя неловко. Пока она была внутри, она услышала топот ног у задней стенки сарая. Какой-то человек с черным носом принюхался к нижней части двери, а затем запер ее. Джимайма сильно встревожилась. Через мгновение после этого раздались ужасные звуки алай, вой, рычание и рев, виск и стоны. И больше этого джентльмена с лисьими усами никто никогда не видел. Вскоре Кеп открыл дверь сарая и выпустил Джимайму. К несчастью, щенки бросились туда и сожрали все яйца, прежде чем он успел их остановить. У него было прокушено ухо, а оба щенка хромали. Из-за этих яиц Джимайму со слезами на глазах проводили домой. В июне она снесла еще несколько яиц, и ей разрешили оставить их себе, но вылупились только четыре. Джимайма сказала, что это из-за ее нервов, но она всегда была плохой нянькой. Продолжение следует...